Святой Григор Татываци родился в 1346 году. Этот прославленный, святозарный учитель армянской церкви родился в провинции Вайотзор древнеармянской области Сюник. Его благочестивые родители, потерявшие всех своих детей еще в малолетстве, непрестанно молили Всевышнего подарить им чадо, взывая при этом к заступничеству святого Григория Просветителя. Когда дитя появилось на свет, при крещении его нарекли Григором. Приступив к обучению в семилетнем возрасте, он вскоре так преуспел в познании священного писания, что толковал слово Господне ученым мужам, обращавшимся к нему с вопросами. Затем он продолжил образование в Татевском монастыре, где обучался у учителя святого Ована в уродной Ци. В 1371 году Григор со своим наставником совершили паломничество в Иерусалим, где он был возведен в сан безбрачного священника, а на обратном пути в уродной Ци вручил ему посох Вартапета, то есть Архимандрита. В 1380 году они перебрались в Апракунистский монастырь, который Григор возглавил в 1388, уже после смерти учителя, но именно с его благословения и при всеобщем одобрении. Спустя два года святой со своими многочисленными учениками возвратился в Татевский монастырь. Постоянно пребывая в молитвенном возношении к Господу, святой Григор Татеваци, подобно полуденному солнцу, ярко освещал своим сиянием армянскую церковь. К нему приходили греческие и латинские ораторы слушать речи, исполненные великой мудрости и широких познаний. Его по праву называли вторым Иоанном Златоустом и Григорием Богословом. Неверные, воочию созерцая чудеса, которые Господь творил рукой своего преданного слуги, не осмелились ему вредить. Возложением рук на хворых, чтением Евангелия и силой имени Христа, святой Григорий тотчас исцелял болезни и изгонял бесов, ибо изнуренный постом и постоянным ношением в лосинице под поясной веревкой, он, будучи живым, умертвил себя для мира и стал мужем великих добродетелей и святости. Перед самой кончиной, почувствовав приближение смерти, он отслужил литургию, благословил своих учеников и, восславив Господа, с миром испустил свой дух. На литературном наследии татывацы поныне обучаются и основывают свои проповеди учителя армянской церкви. Из многочисленных творений сохранились книга вопрошений, златочрев, зимние и летние тома книги проповедей, многочисленные толкования и другие труды, а также два Евангелия, иллюстрированные его рукой.